Дарья Вершеленко У Старогнатовки и Павлополя оккупанты применили минометы 82-го калибра и пулеметы. Вблизи Гнутова использовали гранатометы и стрелковое оружие. В районе Луганского и Зайцево российские наемники выпускали гранаты, а у Крымского били из минометов, артиллерии, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. С начала суток на фронте тихо. В штабе также отчитались о ситуации на участке в районе Богдановки Донецкой области. Там продолжается очистка территории от взрывоопасных предметов. Накануне сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины обследовали более 4 гектаров, изъяли 12 взрывоопасных предметов. В целом пиротехники и саперы очистили почти 10 гектаров, обезвредив при этом полсотни мин и снарядов. Медики, стрелки, артиллеристки, разведчицы, женщины на войне сражаются наравне с мужчинами. Однако вынуждены воевать еще и со стереотипами. Такую тему поднимали в Киеве. Подробности в следующем материале. Екатерина Примак заканчивала бакалаврат, работала в Центре современного искусства, хотела увидеть собственными глазами, что такое война. В августе 2014-го купила билеты на поезд в Донецк. Мы приехали в Донецк. Город был абсолютно пуст, будто вымер. Только троллейбусы ездили. Мы поехали посмотреть на облгосадминистрацию захваченную. Стоял бородатый седой мужчина с оружием, похожий на чеченца. Мы еще ездили на окраину города, смотреть на Донецкий аэропорт. Уехать мы смогли еще поездом. Это был последний поезд, который шел из оккупированного Донецка. После этого Екатерина стала парамедиком добровольческого медицинского батальона «Госпитальеры». Юлия Шевчук вначале была волонтеркой, инструкторкой по тактической медицине. В первую ротацию попала в 2015 году. Говорит, ехать или нет, даже не думала. Знала наверняка, она нужна на фронте. Несколько раз была ранена. И если в подразделении ее всегда уважали, то в тылу до сих пор приходится воевать за право женщины находиться на войне. Когда у меня было ранение, когда я потрапила в какую-то лекарню, Когда у меня было ранение, когда я попадала в больницу, первый вопрос ко мне был, а где, собственно, атошник? А я стою с карточкой, а у меня спрашивает, а атошник когда подойдет? Отвечаю, я здесь. И тут же вопрос, а что ты там забыла? И лекция минут на 10 о том, что место женщины не на войне, а дома, на кухне или с детьми. В первое время почти все женщины на передовой значились в документах, как банщицы, кухарки, деловоды, хотя на самом деле многие были гранатометчицами, пулеметчицами, разведчицами. Ляну Крамбет тоже вначале не хотели брать в национальную гвардию. Потом уже стали говорить, берем на медика. Потом уже стали говорить, берем на должность медика, санитара или деловода. Я говорила, что хочу защищать себя и побратимов. Но в феврале 2015 я все же оформилась официально. Это была четвертая волна мобилизации. Взяли меня деловодом. Но я ездила на полигон со всеми, тренировалась и подписала контракт, как старший стрелок. И только в июне 2016-го расширили на 63 позиции должности в армии для женщин. Екатерина, Юлия и Ляна вернулись с войны. Сейчас они активные участницы женского ветеранского движения и организовывают кампании в поддержку женщин, которые демобилизовались, служат в армии или хотят пойти на фронт. Анастасия Феченко, Александр Прозоров, ЮЭТВ. Граната взорвалась в одном из столичных хостелов. Два человека погибли. Произошло это накануне. Около 9 часов вечера сообщили в полиции Киева. По словам начальника столичной полиции Андрея Крищенко, граната взорвалась в одной из комнат здания. Личности погибших уже установили. На месте продолжает работать следственная группа. Работает следственная оперативная группа. Работает следственная оперативная группа. Уголовное производство открыли по статье «Умышленное убийство». И дальше будем выяснять детали. Личности погибших установили. Они работали в Киеве. Один из них охранник, другой на стройке работал. Загадочное убийство. В США погибли 5 человек. Все члены одной семьи. Среди жертв трое детей. Их нашли застреленными в собственном доме. Также ранен 11-летний мальчик. Соседи рассказали полиции, что слышали крики перед выстрелами. В полиции сообщают, вероятно, стрелявший был среди погибших. Громкое празднование годовщинной протестов желтых жилетов во Франции. В Париже демонстранты устроили погромы, жгли мусорники и сцепились с полицией. Подробности в сюжете Александра Кулебабы. На улицах полыхают автомобили, костры из электросамокатов, демонстранты строят баррикады. Так выглядел Париж накануне. Порядка 28 тысяч активистов вышли отметить годовщину протестов желтых жилетов. Борцы против социального неравенства с самого утра блокировали кольцевую дорогу. Мы говорим Макрону, мы здесь. Все еще здесь. Желтые жилеты живы. Они пытались уничтожить движение, но не получилось. Мы здесь во имя Франции. Основные протесты развернулись на площади Италии и в районе станции Порт-де-Шенпере. В городе усилены меры безопасности. Закрыты несколько станций метро. Агрессивно настроенные активисты сцепились с полицией. По последним данным задержаны 147 человек. Ничего не изменилось за год, так что мы сменим тактику. Ведь еженедельные демонстрации – это возможность показать, что мы здесь. Но этого недостаточно. Поэтому мы призываем людей выйти на забастовку 5 декабря и объединиться. Людям из профсоюзов, простым гражданам, желтым жилетам. Так, чтобы экономика остановилась и мы получили то, что нам необходимо. Год назад протесты желтых жилетов начались на фоне повышения цен на бензин и роста стоимости жизни. Со временем требования активистов менялись. Они хотели отправить в отставку правительство президента Эммануэля Макрона. Теперь недовольные соцполитикой государства готовят новую волну протестов и обещают, что кресло под президентом вновь пошатнется. На стене здания на Итальянской площади появилась надпись «5 декабря Макрона на досрочную пенсию». Александр Кулибаба, UATV. Жизнь под колпаком. В Праге открылась выставка шпионского оборудования, которое использовали для слежки за неугодными властям гражданами. Ее приурочили 30-летию бархатной революции, свержения коммунистической власти. Что там можно увидеть, расскажут наши журналисты. Часы с прослушкой, кейс со звукозаписывающим устройством и чемоданчик со скрытой камерой. Нет, это не атрибуты нового фильма про агента 007. Эти устройства использовали советские шпионы в Чехословакии. Их можно увидеть на выставке технологии на вооружении у диктаторов в Национальном техническом музее в Праге. Агенты спецслужб были мастерами по установке жучков и прослушки. Ни один диссидент не мог быть уверен, что за ним или за ней не следят. Конечно же, еще не было беспроводного оборудования, так что они устанавливали проводные жучки, а звукозаписывающие аппараты размещали в соседних квартирах. Кроме хитромудрых устройств, с помощью которых шпионы следили за гражданами, также представлены самодельные приспособления чехословаков, которые пытались любой ценой прорваться на свободные земли. У нас есть абсолютно уникальный предмет. Это гидрокостюм, принадлежавший католическому священнику Иозефу Скопу. Он сделал костюм специально для побега в Восточную Германию в 1957 году. К сожалению, священник совершил ошибку, использовав типичный садовый шланг в качестве дыхательной трубки. Но он был слишком длинным и узким, поэтому мужчина не мог дышать. А этот летательный аппарат придумал житель Чехословакии Войцехвала. В 1977 он безуспешно пытался перелететь через границу в Австрию. Но его поймали и на 13 лет кинули за решетку. По официальным данным, порядка 300 человек погибли или были убиты при попытке бежать от коммунистического режима из Чехословакии. Александр Кулибаба, ЮЭй ТВ. Постоянное обновление новостей на сайте телеканала uetv.ua Спасибо, что смотрите и спасибо, что вам интересна Украина. Следующий выпуск новостей на русском менее чем через два часа. Редактор субтитров А.Семкин